Добрый вечер! Это актуальная камера на канале АТВ-2. Вначале коротко о главном. Правительство ищет на чем сэкономить под вопросом пенсии, родительские компенсации, зарплаты учителей и выплаты по второй ступени пенсионного страхования. Девальвации кроны не будет. В этом жители Эстонии в очередной раз заверили премьер-министр и министр финансов. Знаменитый писатель-фантаст, автор дневного и ночного дозоров Сергей Лукьяненко приехал в Таллинн. Концерн «Калев Медиа» закрывает новостной портал на русском языке и сокращает 150 сотрудников из 200. Руководство компании слагает полномочия. И обо всем подробнее. В эти минуты продолжается заседание кабинета, на котором министры пытаются договориться об общей сумме сокращения бюджета этого года. По предварительным данным речь может идти о 7-8 миллиардах крон. До сих пор неизвестно, на чем правительство будет экономить. По словам премьер-министра Андруса Ансипа, рассматриваются абсолютно все варианты. Утренняя пресс-конференция в правительстве вызвала повышенное внимание журналистов. Министр финансов Игорь Репадер с самого начала предрекал, что вечерние переговоры кабинета затянутся надолго. Для начала правительству нужно решить, насколько именно следует урезать бюджет этого года. Те все суммы, что в разговорах были, это вокруг 7-8 миллиардов крон, они могут быть те суммы, чем мы будем обсуждать. Так что сегодня вечером мы точно определяем, какие есть риски и что мы будем следовать. По сути, на стол вернулись все те предложения, которые крокодилы, так называемая комиссия по урезанию бюджета, делали еще весной прошлого года. То есть под удар попадают пенсии, родительские зарплаты, зарплаты учителей и выплаты по второй ступени пенсионного страхования. По словам премьер-министра Андруса Ансипа, в сегодняшней ситуации ни одну идею нельзя отвергать, предварительно ее не обсудив. Но я знаю, что сейчас случится. Партия реформ. Премьер-министр предложил идею. Обман. Мошенник. Залез в карман. Хочет за счет народа золотать дыры в бюджете. Друзья. Но ведь правительство может прераспределить именно те средства, которые заработаны налогоплательщиками. Это не какие-нибудь наши любимые дыры в бюджете. Которые мы пытаемся залатать. Это пенсии. Это учительские зарплаты. Сегодня правительство договаривается лишь о конкретной сумме, на которую нужно будет сократить бюджет. Какие именно расходы будут урезаны, выяснится на следующей неделе. Девальвации кроны не будет. В этом жители Эстонии заверили на сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр и министр финансов. Поводом для такого заявления стали комментарии аналитиков о возможности обесценивания национальной валюты и об экономических последствиях этого шага. Премьер-министру Эстонии Андрусу Антепу на сегодняшней пресс-конференции вновь пришлось опровергать домыслы по поводу изменения официального курса кроны. Для того, чтобы девальвировать крону, нужно изменить закон, а это требует времени. Я уверен, что если кто-то начнет менять закон, то эстонский народ не будет так долго ждать, а сам в одностороннем порядке перейдет на евро. Мнение главы Светбанка Эрки Расуки, который считает, что несбалансированный бюджет потребует девальвации кроны, усилило общественный резонанс. Министр финансов отрицает такой сюжет. На коем случае. Мы сегодня работаем на этом темпе, чтобы стабилизировать экономику, стабилизировать бюджет, если про девальвации никаких разговоров нет. Эксперты считают, что снижение курса валюты оправдано только в том случае, если страна ориентирована на экспорт. Например, как Япония. В остальных случаях девальвация имеет только негативные моменты. Эстонский крон должен быть дешевый, и евро должен быть дешевый, чтобы можно было говорить о расширении экспортных операций. Но, с другой стороны, дешевая валюта внутри страны провоцирует инфляционные росты. То есть, если много денег, деньги дешевые, значит, товары будут дорожать. В этом плане внутри страны эта тенденция на удешевление валюты, она может быть рассмотрена как негативная. Эксперты также уверены, что накануне выборов менять валютный курс не рискнет ни одна партия. Кто-то сегодня видит такую политическую силу, которая скажет ста тысячам семей. Послушайте, теперь вы должны платить больше, поскольку у нас впереди выборы. Я считаю, что этого аргумента достаточно, чтобы понять, что такая партия, которая предложит девальвировать валюту, будет выставлена на смех. Сегодня крона жестко привязана к курсу евро. Спикер Риги Кога и Эргма инициировала законопроект, согласно которому компенсация служебных расходов депутатов уменьшится в бою. Если закон будет принят, то с 1 марта компенсация сократится с 30 до 15% от депутатской зарплаты. Также члены Риги и Кога останутся без помощников, которых планировалось взять на работу после следующих выборов. По словам Эргма, с таким решением согласились все парламентские фракции. Сокращение представительских и других служебных расходов позволит сэкономить до 10 миллионов крон в год. Никто не платит за связь мобильного телефона, когда вы действительно звоните. Например, у нас очень большие расходы людям, которые работают в иностранном комитете, потому что они имеют связь с многими людьми, не пределами Эстонии. Это расходы, например, транспортные. Если человек избран из Варума или Вальгама, если человек хочет там ездить, это расходы, это не связано его развлечением. Продолжим тему. У нас в студии аналитик Банка Эстонии Наталья Вильман. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Риги Когу урезает представительские расходы, правительство пытается урезать бюджет. Но понятного населению антикризисного плана до сих пор у нашего правительства нет. Должен ли такой план быть? В ответ на этот вопрос, может быть, мне хотелось бы ввести одно понятие, как так называемая макроэкономическая диагностика. То есть, если, например, у нас проблемы со здоровьем, мы идем к врачу, у нас измеряют температуру, давление и прочие показатели, назначают лекарства. Точно так же, может быть, подход может быть аналогично продемонстрирован в экономике. То есть, наличие конкретного плана, если государство, хоть какое государство сейчас утверждает, что есть стопроцентный план успеха, то, я думаю, вероятность такого наличия невелика. Поэтому то, что государство пытается делать, пытается держать руку на пульсе и реагировать адекватно или пытаться какие-то превентивные методы найти, это тоже политика, это тоже политика государства, попытка справиться с этим кризисом. Но, с другой стороны, мы знаем, что в некоторых окружающих нас странах правительство довольно смело вмешивается в процессы и даже национализирует банки. Процесс обижательства, конечно, необходим, но это зависит от глубины кризиса и зависит от его очагов, куда они сконцентрированы. То есть, если у вас уже горит, например, лес, вы, конечно, быстро хватаете за воду и начинаете его тушить. Если у вас просто повышается опасность возникновения пожара, то вы стараетесь его предсказать, предотвратить или как-то себя обезопасить. Если в Америке, например, в проблемном секторе оказалась автомобильная промышленность, которая затрагивает 10% рабочих мест, то ее нужно спасать. Тут уже никуда не деться от этого. Или если в Латвии слабым таким звеном оказался банк, допустим, Парексбанк, то его национализировали. Но, может быть, в Эстонии проблема в том, что у нас, у правительства, нет таких рычагов воздействия на экономику? Может быть, от нас самих мало что зависит? К счастью, может быть, у нас пока нет такого очага конкретного, которого изо всех сил нужно тушить. У нас есть сравнительно большие резервы. 20 миллиардов крон для нашей экономики – это все-таки не самая маленькая сумма. Поэтому, естественно, что, принимая любую меру или любое решение, мы должны очень много взвесить не только, как сегодня потушить этот пожар, но что это будет означать для нас в более долгосрочной перспективе. Мы должны думать о перспективе перехода на евро. Мы должны смотреть, какое влияние оказывают все эти стимулы, которые уже к глобальной экономике добавили. То есть у нас и процентные ставки снизились, это уже не 5% еврибора, а порядка 2% сейчас. У нас и цены дешевеют на 50-60%. То есть, естественно, что это очень тяжелый вопрос, но который обязательно должен все-таки взвешенно принимать решение. Госпожа Вильман, как в такой ситуации вести себя простому человеку? Покупать валюту, покупать только товары отечественного производства? В любой ситуации человеку нужно сохранять спокойствие и поступать разумно. То есть, если член вашей семьи коснулась проблемы сокращения рабочего места, вы должны экономить. От этого никуда не уйти. И не стоит закрываться розовыми очками от действительности, но не стоит впадать в какой-то излишний пессимизм. То есть, если у вас есть рабочее место, если у вас есть какие-то планы, никто не говорит, что прекратите потребление или прекратите займы от банков. Есть и хороший проект, и сравнительно низкие процентные ставки, вы можете реализовать все свои желания и возможности и в такое трудное время спада. И напоследок, коротко, если можно, опять звучит слово «девальвация». Руководители государства вынуждены комментировать. Но все говорят, что нет смысла девальвировать. А почему нет? Почему? Можете это объяснить? Объяснить можно и сравнительно коротко. То есть, девальвация – это одна из мер. Из мер лечения, если бы доктор прописал вам такое лекарство. Если, допустим, страна очень сильно зависит от экспорта какого-то сырья, как Венесуэла или Россия или Канада, и это сырье вдруг дешевеет на 30%, ясно, что все поступления в бюджеты сразу сокращаются примерно на ту же величину. Поэтому, может быть, в такой ситуации девальвация – это хороший, быстрый способ немножечко эту проблему, как сказать, решить. В нашей ситуации, когда экспорт у нас зависит очень много от импорта, то есть, если мы удешевляем одну валюту, мы в долгосрочной перспективе очень много проигрываем. Нельзя сказать, что такой вариант абсолютно никогда нигде не обсуждается, но на чашке весов всегда перевешивает все-таки другая сторона. Спасибо вам за комментарий. Известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко впервые приехал в Таллин и встретился со своими эстонскими читателями. О днем ранее автор популярного романа «Ночной дозор» вступил в одноименную эстонскую организацию. Уже с самого начала встречи с главным российским фантастом к нему выстроилась очередь из желающих получить автограф. Сергей Лукьяненко находится, пожалуй, на самом пике своей славы. В настоящее время его книги сдаются многотысячными тиражами и переведены на 25 языков. Фильмы «Ночной и дневной дозор», снятые по мотивам его произведения, находились в свое время на вершине различных хит-парадов. Сам Лукьяненко называет себя человеком далеким от власти, хотя любит рассуждать на острые и злободневные темы. Я считаю, что писатель, в принципе, должен выражать свою гражданскую позицию, но при этом он должен держаться все-таки от власти в стороне. Что же касается моей позиции, я бы сказал так, я скорее консервативный имперец. На встрече Лукьяненко, организованную медиаклубом и прессом, пришли свыше ста поклонников его т.д., которые смогли не только получить автограф, но и задать свой вопрос известному писателю. Я жду, что оно такое новое, о чем я могу подумать дома, и что мне даст новые какие-то знания, а не только о литературе, а вообще о жизни и о будущем. Может быть, он будет настолько любезен, что расскажет о своих планах в отношении каких-то, скажем так, новых книг, которые он еще не опубликовал. Я очень хорошо помню его произведения «Дозоры», то есть «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Сумеречный», «Последний». И я пришла, в принципе, потому что я являюсь большим фанатом этого произведения. Вчера Сергей Лукьяненко с представителями эстонской организации «Ночной дозор». В одной из версий скандальные активисты назвали себя так после прочтения одноименного романа известного российского фантаста. Вместе с лидерами «Дозоровцев» Сергей Лукьяненко возложил цветы к бронзовому солдату, а затем был торжественно принят в ряды организации. А теперь поговорим о членских взносах. Лукьяненко одобрил решение суда в отношении дозоровцев. По его мнению, это защитники памятника, а не организаторы погромов. Они защищали памятник. Защищали памятник советским воинам. И тем воинам, которые, скажем, в 1940 году участвовали в присоединении Эстонии к Советскому Союзу. А тем воинам, которые в 1945-м победили фашизм. Писатель выразил также сожаление, что после апрельских событий отношения между Эстонией и Россией накалились. Дружить все равно придется, и от этого никуда не деться, считает он. Мы же географически, мы все равно привязаны, мы рядом друг с другом. И в Эстонии грех этим не пользоваться, и в России грех этим не пользоваться. Мы все равно будем рядом, нам все равно надо дружить. Надо, может быть, поменьше вспоминать былые обиды и побольше смотреть вперед в будущее. Пярдовское отделение автобусной фирмы «Гоубас» сокращает более 50 сотрудников. Это связано с тем, что обслуживание ряда линий Пярдовского уезда перешло с 1 января к трем новым перевозчикам. К ним перешел на работу 61 водитель. Еще 53 человека получили уведомления о сокращении. Всего в фирме работало 290 человек. Союз транспорта высказал предприятию уездной управе, что договор не гарантировал переход сотрудников «Гоубас» к новым перевозчикам. Это требование звучало на митинге 12 декабря, но ответной реакции не последовало. В итоге пярдовский филиал фирмы потерял 40% от объема своих перевозок и вынужден был сократить свой штат в пропорции. Руководство компании «Калифмедиа» слагает в себя полномочия. Вместе с главным редактором Миндриком Линдсалу покидает свой пост руководитель службы новостей Райан Колли, глава экономической редакции Райва Лотт и руководитель редакции развлекательных новостей Мерри Китал. Об этом сообщает интернет-портал газета «Эстепяевалерт». По словам Линдсалу, после сокращения организация была небольшой, и столько руководителей больше не потребуется. Экономические трудности заставили «Калифмедиа» сократить почти 150 сотрудников из 200. Установлены издания журналов, также решено закрыть русскоязычный портал. В кругах близких к владельцу компании Оливера Круда уверяют, что банкротству фирме не грозит. Представители руководства фирмы сегодня для комментариев были недоступны. Количество преступлений на северо-востоке страны значительно возросло. Об этом свидетельствует статистика предыдущего года. Большое количество грабежей в январе этого года уже можно связать с экономическим спадом. В Ляйне-Вирума количество преступлений выросло по сравнению с 2007 годом на 8%, а в Иде – 12%. Наиболее высокие показатели в городах, где первое место занимает Нарва, как самое крупное самоуправление Вирума. За Нарвой следует Кохтлоярве, Йехре и Раквере. В ушедшем году в Вируму было совершено меньше убийств, но преступность выросла за счет увеличившегося количества краж. Да, преступность в прошлом году у нас выросла, и можно сказать, что выросла скачкообразно. И, говоря о виде преступлений, это прежде всего преступление против чужого имущества. На рост преступности повлиял ряд факторов. Высокая цена топлива привела к воровству бензина и дистоплива. Высокая стоимость металла повысила в геометрической прогрессии количество воровства металла, особенно в Йехре и Кохтлоярве. А удорожание услуг платных парковок повысило кражи из автомобилей, оставляемых около домов. Но резкий рост дерзких ограблений в январе уже говорит о кризисе. Задержанные подозреваемые по ограблению почтовой конторы в Аспере были безработными. Для службы правопорядка приоритетом был и остается порядок на дорогах Вирума, потому что именно на них происходит самое большое количество несчастья. Основной приоритет у нас, естественно, был надзор на дорогах. И так же остается это в 2009 году, естественно, есть и другие, немножко меньше приоритеты. Это наши несовершеннолетние лица, как они себя водят. А так же и уличная преступность, это тоже один из приоритетов, но не настолько большой, как было надзор движения. Благодаря усилению дорожного патрулирования за минувший год на дорогах Вирума погибло на 10 человек. Министерство пострадавших сократилось на 150 человек. Далее в программе. Новая электростанция в Таллине обеспечивается в Ласнаме и центр столицы. Фестиваль барокко отмечает 20-летний юбилей. В Таллине открылась выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями. В Пиарну распахнул дверь и молодежный центр проведения досуга, один из самых современных в странах Балтии. С марта в Таллине заработает на полную мощность новая электростанция в Вяу. За счет сжигания древесных опилок и торфа себестоимость энергии снизится. Однако снижение тарифов столичным причинам ожидать не приходится, поскольку цены диктует предприятие Таллина Кютте. Новая станция производит на четверть меньше тепла, чем и русская ТЭЦ. Новая таллиннская теплоэлектростанция Вяу, построенная на территории одноименного карьера в Ласнаме, технически готова к запуску на полную мощность. В Таллине появилась теплоэлектростанция и для жителей районов Ласнаме, а также центра. Это означает прежде всего то, что больше не будет проблем летом с перебоями тепла. То есть мощности этой электростанции достаточно, чтобы снабдить теплом и горячей водой жителей Ласнаме и Кесклина в летние периоды. Да, ОТЭЦ начнет полноценно работать в марте. До начала эксплуатации на станции продолжатся по настройке. По словам владельца, на сегодня окончательную цену за теплоэнергию назвать трудно, так как она еще согласовывается в департаменте конкуренции. Несмотря на то, что себестоимость энергии у нового производителя будет ниже, чем у и русской ТЭЦ, на конечной цене это вряд ли отразится, так как тарифы устанавливает Таллина Кютте, которые производители и продают тепло. Наше тепло все-таки существенно дешевле. Объем, который мы производим, как сказал, всего объема не очень большой, так что я не знаю, какое будет влияние нашего производства потребителям. Теплоэлектростанция Вяу будет использовать в качестве топлива, древесной опилки и торф. Андрес Таукар заверил, что экология региона, который постоянно страдает от пыли из Вяуского карьера, после запуска станции станет только лучше. Держание пыли в наших уходящих газах меньше, чем в воздухе, который мы используем. Так что мы будто работаем очистителем воздуха. Андрес Таукар также сказал, что для работы нового оборудования нужен только чистый воздух. И может быть в скором будущем жителям Лас-Намея станет легче дышать. Фестиваль барокко отмечает в этом году 20-летний юбилей. Музыка эпохи барокко целую неделю будет звучать в разных городах Эстонии – в Таллине, Йехве, Тарту и Пярду. Музыка эпохи В фестивале «Бельгийский вокальный ансамбль» под управлением дирижера Пауля Ван Невеля ни один фестиваль музыки барокко не обходится без открытий. Я в пути, в пути, все время в пути. А что в пути, с кем я встречаюсь, с теми людьми состоится новый фестиваль. Значит, и каждый, каждый уникальный, потому что каждый день, который нам дано, это уникальный. И мы ждаем, и будем благодарить Бога, что этот день нам дано. Все. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. В Таллиннском центре для людей с ограниченными возможностями открылась выставка творческих работ инвалидов. За последние несколько месяцев они прошли специальные курсы. Участники курсов искали творческий подход к решению проблем. Они освоили более 10 различных художественных техник. Среди представленных на выставку работ 18 авторов – натюрморты, наброски, автопортреты и многое другое. Руководитель проекта «Айви Мецел» результатом получился искренне, колоритно, экспрессивно. Пиар-молодежь получила в свое распоряжение хорошо оснащенный центр проведения досуга. Он считается одним из самых современных в странах Балтии. В центре которой расположился в бывшем славянской основной школе. Созданы все условия для занятий музыкой, спортом и просто для общения. Дорогу к этому зданию теперь должны знать все молодые люди Пиар-ну. Здесь открылся молодежный центр. Основной акцент – музыкальная деятельность молодежных групп самых развитых центров и не только. Здесь очень много разных возможностей. Поскольку здесь 850 квадратных метров – это довольно много, это значит, что здесь можно заниматься музыкой, здесь можно заниматься спортом. И здесь можно просто общаться. Кроме репетиций в центре есть возможность давать концерты. Тем более, что сцена оснащена самой современной звукой и светотехникой. Так что выступления будут проходить на профессиональном уровне. До сих пор у пиар-нуской молодежи такой возможности не было. Очень хорошо. Приходят ли русскоязычные молодые люди в центр? Сейчас нету там мысли. И я вижу здесь какую-то возможность, интеграцию – это плохое слово там мысли, какую-то возможность, чтобы русские, эстонские, молодые люди начинали с дворческих вариантов, но какие-то вместе, вместе си делать. Это, ну, конечно, это может быть чуть-чуть утопия, но хотелось бы очень. Может быть, с запуском символического центра и русскоязычная молодежь подключится к работе центра. О спорте. Эстонские двоеборцы и прыгуны с трамплина примут участие в юниорском чемпионате мира, который откроется в Словакии в следующей неделе. В состав сборной Эстонии на чемпионате мира среди юниоров в Штрепске-Плесо войдут шесть спортсменов. Четверо из них – двоеборцы и двое – прыгуны с трамплина. Из-за травмы ноги в чемпионате не сможет участвовать Мац Пихо, который в прошлом году занял в прыжках с трамплина четверо. Мы рассчитываем на более высокие места, чем четырнадца место Мац Пихо. А кто это сделает – двоеборцы или прыгуны с трамплина – этого мы пока не знаем. Очевидно, все же двоеборцы. Четверо двоеборцев, составивших ядро нашей сборной – Каль Пихо, Карл Аугустирма, Карл Нурмсалу и Танул Левкой – сдают тоны во взрослой сборной Эстонии. Пихо и Левкой выполнили также норму чемпионата мира в чешском Либереце. По словам наших спортсменов, на юниорском чемпионате их устроили бы места в первой двадцатке. В прыжках с трамплина Эстонию будут представлять 18-летний Картол и 16-летний Кайро Силасты. И метеопрогноз. В ближайшие сутки Эстония останется на границе между циклоном над Россией и областью высокого давления над Балтикой. Завтра к вечеру прояснится и температура воздуха начнет понижаться. Ночью на островах ясная погода без осадков. На материковой части облачно, во многих местах пройдет небольшой снег, местами туман. Ветер северных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 7 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до 3. Вечером, начиная с северо-востока, температура начнет понижаться. Эфир нашего канала продолжит повтор дискуссионной передачи «Суд присяжных». А у меня на сегодня все. Хорошего вам вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok